Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На жизнь города-курорта расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сентябрь, Анапа, киношок. Традиционная цепочка. В воскресенье 28 сентября в станице Гостогаевской станичники радушно принимали актеров театра и кино, приехавших на ежегодный праздник. В делегацию киношока встретили казачки и казаки в народных костюмах. Хлебосольные станичники угостили артистов кубанским караваем. На сцене Дома культуры участники кинофестиваля устроили праздничный концерт. В станицу Гостогаевскую приехали известные актеры, режиссеры, деятели кино. Борис Щербаков, Тамара Семина, Людмила Зайцева, Екатерина Рождественская, Лянка Грыл, Светлана Суховей, Ольга Лапшина, Алла Будницкая. Бессменная ведущая церемонии открытия-закрытия Александра Афанасьева-Шевчук, продюсер фестиваля Владимир Игнатьев и многие другие артисты. Собравшихся приветствовала заместитель главы Анапы Людмила Морошова, глава Гостогаевского сельского округа Николай Баюр и вице-президент фестиваля Ирина Шевчук. Артисты сказали много теплых слов жителям станицы. Ольга Лапшина спела русскую народную песню, Александр Цуркан исполнил всеми любимую композицию Булата Акуджавы. Основные гуляния развернулись станичным парки. Сельские округа Анапы представили свои традиции. Особенно весело было в Куринега и Козорского сельского округа. Звезды кино танцевали национальные армянские танцы, угощались долмой. Песни, пляски и тосты доносились с каждого подворья. Станичники фотографировались с артистами, брали автографы. Для всех гостей работала главная сцена, на которой выступали творческие коллективы города и сельских кругов. Еще до открытия кинофестиваля на пресс-конференции власти города убедили гостей. В этом году им окажут теплый прием и сдержали слово. Как кадры любимого фильма 30 сентября, 23-й кинофестиваль «Киношок» торжественно закрыли. Церемония закрытия, подведение итогов конкурса и награждение победителей прошло на сцене летней эстрады. Сертификаты на улучшение жилищных условий пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и молодым семьям выручили на общегородском планерном совещании во вторник и обсудили задачи на предстоящую рабочую неделю. Заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко поблагодарила сотрудников МУПАКУ в управлении санаторно-курортного комплекса за наведение порядка после шторма на территории пляжей. Задача на предстоящую неделю – демонтировать торговые объекты на дорогах, определить места дислокации торговых точек и проверить ценообразование в Гастагаевском сельском округе. И в завершении планерного совещания первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая поблагодарила работников управления ЖКХ, коммунальных служб за устранение последствий стихии. Слова благодарности прозвучали в адрес предпринимателей и горожан, кто привел прилегающие дворы и участки в порядок без напоминаний. На этой неделе, в День пожилого человека, глава Анапы побывал на осенних посиделках жителями района Восточный. На встрече Сергей Сергеев тепло поздравил представителей старшего поколения анапчан, выслушал пожелания и мудрые советы и обсудил планы на будущее. Еще одна встреча с жителями Приморского сельского округа, но только отчетная, прошла в селе Цабанабалка в школе номер 16. Председатель Совета муниципального образования город-курорт Анапы Леонид Кочетов рассказал активы округа об итогах работы и планах на 2015 год. Глава Приморского сельского округа Василий Рогалев отчитался перед жителями об итогах совместной Советом депутатов работы в округе. Произведены ямочные ремонты дорог, реконструкция стадионов Цабанабалки, введена в эксплуатацию новая насосная станция, замененен аварийный водопровод. Жители задали главе округа и председателю Совета Леониду Кочетову волнующие их вопросы. Сельчанка Людмила Лукьянова попросила отремонтировать фонарь возле дома по улице Виноградная 30. Другие просьбы о газификации, асфальтировании, ремонте дорог, сельского клуба, обновить тротуар на улице Садовой. Все пожелания населения Приморского сельского округа были услышаны и учтены. В ближайшее время на очередном Совете общественности сельчане узнают о результатах по их предложениям, которые вошли в план работы 2015 года. Что будет сделано в первую очередь и что в долгосрочной программе. Леонид Кочетов отметил, проанализируют каждую проблему в округе, чтобы жить в селе стало качественно лучше. В городском театре состоялся торжественный прием долгожителей Анапы и семейных пар, отметивших юбилей совместной жизни. Мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей, прошло в теплой обстановке по-домашнему. И это неудивительно, ведь его героями стали добрые, мудрые, улыбчивые люди, всю свою жизнь трудившиеся во благо родного города и края, воспитавшие прекрасных детей, внуков и даже правнуков. Юбилярам семейной жизни вручили цветы и подарки от главы города Сергея Сергеева и поздравительные адреса от губернатора Кубани Александра Ткачева. 1 октября, День пожилого человека, в девятый раз отметили благотворительную акцию учащейся гимназии «Росток». В очередной раз гимназисты и преподавательский состав использовали возможность проявить особое внимание и заботу о людях пожилого возраста, попавших в сложную жизненную ситуацию. От гимназии для них собирают продуктовые наборы и дарят открытки ручной работы. Вот такое мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Кубанская ярмарка как альтернатива ведущим европейским агропромышленным выставкам. К любым чрезвычайным ситуациям в городе готовы. В Анапе прошли учения на базе школы номер 2 по эвакуации. В Анапе начал свою работу четырёхдневный расширенный пленум клинической цитологии России. С Днём Учителя 5 октября педагоги России отпразднуют профессиональный праздник. И сейчас обо всём подробнее. На ежегодной агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка-2014» свои товары презентовали местные кубанские производители. Попасть на ярмарку стремятся фермеры из других регионов России. Организаторы отмечают, если эта тенденция сохранится, уже через несколько лет «Кубанская ярмарка» составит конкуренцию даже знаменитой «Зелёной недели» в Берлине. Покупатели и участники ярмарки оценили высокое качество наших продуктов. В этом году экспозиция главной агропромышленной выставки «Юга» заняла 15 тысяч квадратных метров. «Кубанская ярмарка» – настоящий праздник, пропитанный южным колоритом. Гостей встречает казачий духовой оркестр, в куренях пахнет свежей выпечкой. Для предпринимателей и фермеров эта ярмарка – уникальная возможность обменяться опытом с коллегами. Открыл четвёртую кубанскую ярмарку губернатор Кубани Александр Ткачёв. Отметил, несмотря на свой молодой возраст, агропромышленная выставка сумела завоевать любовь у жителей и гостей Краснодарского края. Ярмарка становится ещё популярнее и популярнее. Её посещают каждый год десятки, сотни тысяч жителей. И для нас, конечно, это предмет гордости. Благодаря, конечно, всё это происходит тем людям, которые работают на земле, которые вкладывают свою душу. Механизаторы, комбайнёры, селекционеры, инженеры, агрономы. Они, в общем-то, задают тон, класс, стандарт и делают нашу кубань жидницей, делают наш регион самым успешным поставщиком качественных продуктов питания в нашей стране. В своём выступлении губернатор также поздравил агрария в Кубани с завершением основных уборочных работы, пожелал сельхозфоруму успешной работы, а его гостям и участникам – хорошего настроения. После торжественного открытия Александр Ткачёв ознакомился с привезённой продукцией. Всего в столицу Кубани приехали более тысячи фермеров. Наряду с традиционной сельхозпродукцией привезли и ту, которая пока в России считается экзотикой. Один из анапских руководителей хозяйства в этом году привёз чёрных африканских страусов. Участники отмечают, ярмарка помогает компенсировать недостаток рекламы и найти потенциальных оптовых покупателей, в том числе и за пределами региона. Мы участвовали в агропромышленной ярмарке первый год, выиграли второе место. Нас наградили 75 тысяч. И что у нас? Люди поехали, туризм. То есть люди узнают о нас, приезжают, учатся. Среди анапских участников есть и те, кто представляет свой товар каждый год. Например, на дегустацию эксклюзивного анапского вина. И за анапскими хинкали ручной лепки выстроилась целая очередь. Как видно, что наша продукция нравится. Люди довольны. И мы довольны от того, что идёт хорошая реализация. Кроме экзотики, посетителям ярмарки есть что посмотреть и что выбрать. Фрукты, овощи, копчение соленья, мёд, рыба, хлеб всех видов. Сладости, прилавки буквально ломятся от изобилия. И кроме того, представлены товары народных промыслов, животные, саженцы, удобрения. Я первый раз на ярмарке. Впечатления ошеломляющие просто. Интересный такой ассортимент. Цены разнообразные. Так что ходишь, ищешь, получаешь удовольствие. Очень нравится. Много всего. Всё такое вкусное, красивое, полезное. Ежегодно наши представители – это лучшие наши фермеры, переработчики, сельхозпродукции, цветоводы, животноводство представляем в этом году, страусов. Занимают призовые места в конкурсах, проводимых здесь на ярмарке. Она попорадовала на Кубанской ярмарке 2014 не только большим разнообразием качественной продукции, но и яркими выступлениями на сцене. Для зрителей пел кубанский казачий хор и демонстрировали различные хореографические номера. По итогам Кубанской ярмарки 2014, которая пройдёт на Краснодарском ипподроме до 5 октября лучшим субъектом малых форм хозяйствования, в ряде номинаций представят гранты из краевого бюджета в размере от 50 до 100 тысяч рублей на дальнейшее развитие хозяйства и производства. К другим темам. В средней общеобразовательной школе номер 2 сегодня прошли учения по эвакуации. Они показали уровень подготовки школы в случаях любых чрезвычайных ситуаций. Наша съёмочная группа следила за ходом мероприятия. И в это же время мы наблюдали в ситуационном центре, как работает система видеонаблюдения. По легенде, в дежурную часть полиции в 10 утра поступило сообщение о минировании школы номер 2. Из единой дежурно-диспетчерской службы объявили об эвакуации. В школе раздался сигнал учебной тревоги. За несколько минут из шести выходов, эвакуационных и главного, весь преподавательский состав, персоналы, учащиеся покинули здание. На момент занятий всего в школе находилось 345 человек. Никакой паники не было допущено ни со стороны руководства школы, ни среди школьников, что говорит о хорошем уровне подготовки. Около 8 минут понадобилось спасательным службам и кинологам, чтобы доехать до школы. Уложились во временные рамки. В условиях реальной ЧАЭС времени на раздумье, как правило, не остаётся. Нужны грамотные решения, чёткие, хорошо отработанные действия. Одна из целей такой тренировочной эвакуации – восстановить из школьников после каникул навыки безопасного поведения при угрозе возникновения любой внештатной ситуации. Сегодня эвакуация прошла за 3 минуты. А теперь ей передают слово своей коллеге Наталье Пухальской. Мы отследили процесс эвакуации в школе номер 2 сначала до самого конца, а сейчас вы можете увидеть систему видеонаблюдения в действии. Через систему видеонаблюдения за эвакуацией следили в Анапском центре мониторинга. Его посетили участники учебно-методического сбора сотрудников аппаратов региональных антитеррористических комиссий в пределах Южного федерального округа и впервые участие приняли представители Крыма. В режиме онлайн гости смогли увидеть, как на практике отрабатываются задачи, которые стоят перед гражданской обороной по защите населения, в чрезвычайных ситуациях природотехногенного характера. Также мы проверили одновременно работу системы оповещения. Она работала как с пульта единой дежурной диспетчерской службы, так и с кабинета директора школы, который проговаривал места построения учеников. Вы видели, что сначала шла эвакуация младших классов, потом постарше. Это в целях безопасности при эвакуации. То есть директор школы очень грамотно построил процесс эвакуации школы. Не все на это обратили внимание, но специалисты, которые знают, как проводить эвакуацию, они обратили, конечно, внимание. Гости высоко оценили работу. В ходе живого диалога прозвучало много вопросов по взаимодействию центров в рамках программы антитеррористических мероприятий. Принцип создания ситуационного центра – это организация и четкая работа всех структур и подразделений жизнеобеспечения города-курорта. Здесь не просто смотрят и наблюдают, но и выстраивают работу системы под определенные задачи и предоставляют информацию коллегами из УВД ФСБ МЧС. Большое внимание современной медицины уделяет изучению живых клеток, их строения и функционирования. В Анапе начал свою работу четырёхдневный расширенный пленум клинических цитологов России. Подробности в сюжете. Мощные микроскопы, автоматы окраски и другое высокотехнологичное оборудование – вот повседневные инструменты цитологов. Новинки медицинской техники представлены на выставочных стендах ежегодного расширенного пленума клинических цитологов России. Врачи-цитологи, лаборанты, учёные и профессорско-преподавательский состав России, стран Европы и СНГ обсуждают проблемы и тенденции в области цитологии. Особое внимание современным методам исследования. В настоящее время у нас совершенно проблема. Это проблема дополнительного профессионального образования, проблема того, чтобы цитологи повышали свою квалификацию. Клиническая цитология сейчас может очень многое. Бурно развивается маникулярная диагностика, бурно развивается цитогенетика. Мы многое знаем о генах, которые у человека. Мы многое знаем о том, что клетка делает, как она разговаривает. Профессиональная кредо цитологов – любознательность. Исследования проведения клетки помогают уточнять диагнозы серьёзных заболеваний. Наша организация, которая насчитывает около полутора тысяч человек, занимается диагностикой различных заболеваний. В первую очередь опухолевых заболеваний. Мы диагностируем заболевания на основании изучения свойств клеток. В насыщенной программе четырёхдневного пленума более сорока докладов, лекций, семинаров. Часть докладов представлены в материалах выставочных стендов. Собралось достаточно большое количество экспертов в области цитологии, специалистов, как практикующих, так и занимающихся научной деятельностью. Очень много вопросов поднимается. В том числе и тот вопрос, который представляет наш прямой интерес – вопрос современной диагностики цитологической, новые методы, методы, которые признаны во всём мире. Жидкостная цитология, в частности. Очень рады, что мы здесь находимся. Достаточно плотная работа идёт. Эксперты видят необходимость объединять накопленные знания и делиться с другими специалистами смежных профилей. Ведь цель работы любого врача – здоровые люди. Самая обсуждаемая тема этой недели – День Учителя. В России педагоги отмечают профессиональный праздник 5 октября вместе со Всемирным Днём Учителей. До 1994 года этот праздник отмечали в первое воскресенье октября. А в Китае День Учителя совпадает с Днём рождения Конфуция 28 сентября. В течение недели мы знакомились с выдающимися преподавателями город-курорта, победителями всероссийских конкурсов и теми, кто вывел своих учеников на стабуальный результат по ЕГЭ. Лучших в учительской профессии в обноблённом зале городского театра поздравил глава города Сергей Сергеев. Елена Михайловна преподает русский язык и литературу в гимназии Аврора и с 1995 года совмещает преподавание с должностью заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Помогает педагогам в разработке и внедрении в учебный процесс авторских элективных курсов. Сама является победителем краевого конкурса на лучшую разработку программы элективного курса для учащихся профессиональных классов в 2005-2006 учебном году. Нужно преподавать интересно, как Елена Михайловна, рассказывать очень много познавательного и нового. Она может поставить себя на твое место, может тебя понять. Она может тебе уступить в чем-то, может всегда тебя поддержать. Она как вторая мама. Добрая, положительная, хорошо относится к своим детям и относится даже к тем, кто у нее учится, так же, как и к своим. По результатам ЕГЭ по русскому языку в 2014 году в классе выпускников Елены Михайловны двое учащихся получили высший результат – 100 баллов, а результат класса в целом лучший в городе и районе. С июня 2001 года Елена Михайловна – обладатель ученой степени кандидата педагогических наук. За многолетний плодотворный труд и успехи в педагогической деятельности награждена почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации. Виктория Звягина в детстве любила играть с экспонатами в лаборатории дедушки, учителя физики. Металлические гири, различные аппараты и модели, мел и доска – вот любимые игрушки. Младшие сестры и братья – первые ученики. Сегодня у нее уже настоящий классный журнал и 25 лет педагогического опыта. Вместе с сестрой Ольгой Елесиной они продолжают добросовестный труд учительской династии Чиликиди. Георгий и Лидия Чиликиди работали в школе номер 5 со времен строительства нового здания. Эстафету переняла их старшая дочь Галина Михайличенко, а затем и внучки Виктория и Ольга. У Ольги в этом году экспериментальный казачий класс. Обе сестры – педагоги начальной школы. Школа для них не только рабочее место, но и семейная история и дело всей жизни. Каждый ее урок – открытие, научное и творческое. Каждый гимназист – не просто учащийся. Наталья Викторовна видит маленьких искателей истины. И каждый день педагог начальной школы ставит перед собой задачу – организовать поисковую деятельность в классе и за его пределами. Углубить знания материала и явлений при максимальной психологической защищенности детей. Каждый урок – математики, литература, языка – особенный и не похож на вчерашний. Словесные, наглядные, проблемно-поисковые, экспериментальные, проектно-исследовательские. Разнообразные методы обучения помогают ее ученикам не просто хорошо ориентироваться в школьном предмете. Маленькие гимназисты учатся думать и развиваться в разных сферах. Учащиеся Натальей Викторовной являются победителями и призерами муниципальных, краевых и всероссийских научно-практических конференций. За последние четыре года результативность и эффективность работы Натальи Осадчей подтвердилась на муниципальных олимпиадах. Ее ученики занимают только призовые места. Она – лауреат конкурса «Учитель года» в 2005 году. Победитель конкурса «Портфолио учителя начальной школы XXI века» в 2007-м. Награждена медалью «За службу образованию». В 2014-м Наталья Викторовна – победитель конкурса «Национальный проект образования». Даже на улицах города Марину Кашубу легко узнать по ритмичным шагам. В руках – партитура Шопена. Для Марины Павловны – музыка, язык эмоций. И на этом языке она уже более 20 лет разговаривает со своими учениками по душам. Под руководством талантливого педагога ровные столбики нот превращаются в музыку. Я пришла к Марине Павловне из четвертого класса. Она хорошая, добрая, всегда поможет в некоторых местах, если не получается самой. Только в прошлом году ее ученики завоевали 24 награды в различных краевых и международных конкурсах. Самая значимая победа – первое место на международном фестивале конкурсе камерной музыки «Краснодарская камерата». Марина Кашуба подготовила выступление квартета. Редкий случай, когда пианисты играют в квартете. Детям это безумно интересно. А вы знаете, очень трудно добиться того, что называется ансамбль. Пианисты в основном индивидуалисты. Если бы Марина рисовала свою жизнь на холсте, то в правом верхнем углу были бы часы. Ведь день расписан по минутам. В центре – море. Ведь музыка – это стихия. И много цветов. Ведь главные краски в ее жизни несут дети. Прекрасная профессия. Я общаюсь с одними, с детьми. Это то немногое чистое, что есть в этом мире. Это наши дети. Правда? Начинающим педагогам Марина советует никогда не прекращать учиться и не бояться перемен. Его профессия – учитель. Педагогический стаж почти 40 лет. Анатолий Кислухин – преподаватель-организатор ОБЖ. Классный руководитель казачьего кадетского класса в школе номер 12 Станицы Анапской. 30 лет преподавал физкультуру. Позже стал вести занятия по основам безопасности жизнедеятельности. На уроках ОБЖ постоянно уделяет внимание патриотическому воспитанию учащихся. Воспитанию важнейших духовно-нравственных ценностей. Предмет ОБЖ учит предвидеть и распознавать опасности. И также избегать их. Анатолий Кислухин – победитель и лауреат различных конкурсов. Занял первое место в конкурсе лучших учителей России в рамках приоритетного национального проекта образования. Лауреат краевого конкурса «Лучший руководитель подростково-молодежного клуба Краснодарского края». Лауреат первой степени краевого конкурса педагогических работников «Сердце отдаю детям». Патриотическим воспитанием на уроках в школе номер 6 занимается Анна Киселева. Работает в школе уже 27 лет со дня ее основания – учителем истории и кубановедения. Анна Николаевна – одна из лучших учителей предмета общеобразовательных учреждений Анапы. В 2011 году ее назначили муниципальным тьютером по преподаванию предмета кубановедения. Вместе с учениками, родителями и представителями общественности она ведет большую краеведческую работу по изучению культуры, быта и традиций кубанского казачества. Под ее руководством в 2008 году создан и успешно работает школьный музей «Родные истоки». С 2010 года музей ежегодно является лауреатом, дипломантом и призером городского и краевого конкурсов на лучший кабинет кубановедения. Это история своего края, своего города, своего народа. Ну, понятно, что каждый себя уважающий человек должен знать свою историю. Ученики Анны Николаевны постоянно становятся победителями и призерами предметных олимпиад по кубановедению и конкурсов научно-исследовательских работ. Педагогическая деятельность требует особого призвания. Воспитанием и обучением могут заниматься только люди, по-настоящему любящие это ответственное дело. В классе тихо, все внимание ребят на доску. Как и 54 года назад на своих первых уроках Алла Яковлевна Ильенко по-прежнему умеет заинтересовать учеников математикой и физикой. Ну, например, как с помощью зеркал, архимед, поджог, эскадру противника. Нужно было столько перерыв всего, чтобы было интересно, и вот этим заманить их на восприятие и на дисциплину. Отличник народного просвещения и заслуженный учитель Российской Федерации Алла Яковлевна воспитала много талантливых ребят. Семь выпусков, и каждому из них по семь лет своей жизни и масса душевных сил. Самый первый выпуск скоро отметит 50-летний юбилей окончания школы. В пятой школе Алла Яковлевна работает уже 52 года. И каждый год с энтузиазмом. И каждый раз ее урок, если не песня, то педагогическая поэма. В пятницу, 3 октября, на сцене городского театра глава города поздравил учителей с профессиональным праздником. Я хочу вам пожелать в этот праздничный день, чтобы родители вашего ученика были вам благодарны за ваш труд и всегда помогали школе. Ученики становились такими людьми, которыми бы вы могли гордиться и говорить, вот этого человека учил я, учила я. А по большому счету нет человека, у которого не будет после завтра праздника. Все до единого имеют отношение к учительской профессии. С праздником вас всего! Внимание у православных христиан! 7 и 8 октября в Новороссийске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 700-летию преподобного Сергея Радонежского. 8 октября состоится крестный ход. Православных верующих приглашают принять участие в торжествах. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные, партнеры выхода прогноза погоды, салон магазин изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и магазин текстиля для дома премиум класса «Махровый рай». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Алые паруса, цветущая сакура, летний сад и миллион алых роз. Возможно ли это все сразу? Да, если вы в магазине «Махровый рай». Белье для сна и дома. Приходи, выбирай. Это все «Махровый рай». Теперь по новому адресу. Торговый центр Рио, улица Горького, 18, напротив стадиона «Спартак». В субботу 3 октября в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15-17. Ночью 8 градусов тепла. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы. 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 15 градусов. В воскресенье 4 октября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 15-17. Ночью 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 15 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова